Там, где живут инициативные и активные балаковцы, появляются благоустроенные территории. Пример тому район около 25-й школы. В предыдущие два года в одном из дворов на улице Свердлова на месте пустыря появился сквер мечты. Средства на его обустройство были выделены по программе поддержки местных инициатив. Помог и балаковский филиал АО «Апатит», поскольку эта территория расположена рядом со школой 25, над которой шествует Фосагра. А в этом году по соседству от сквера мечты привели в порядок дружный двор. Здесь появились места для отдыха и большая спортивная площадка. Уже сейчас школьники после уроков приходят сюда посидеть на больших качелях, а жители двора прогуливаются по благоустроенным дорожкам. Компания Фосагра выделила более трех миллионов рублей на софинансирование проекта и еще один миллион рублей на установку в дружном дворе систем уличного освещения и видеонаблюдения. 25-я школа музыкальная. То есть как раз все вот это в одном комплексе очень хорошо вливается в общую вот эту канву. Когда это начинали, там один объект в городе появлялся, это было как-то незаметно. А сейчас за три года уже достаточно много таких объектов появилось, и это как раз не может не радовать. Это и дворовые территории, это и тротуары, и освещение. Открытие дружного двора – событие значимое. И поздравить жителей приехали артисты городского центра искусств. Небольшой концерт украсил будний день. А в это время на новой спортивной площадке проходили первые футбольные турниры. Команды из 25-й школы Дрозд-Балакова, центра «Ровесник» сошлись в товарищеских матчах. Сегодня мне удалось хотя бы забить гол. Но огромная благодарность Вратарёва. Он очень хорошо сейвил. Мне это понравилось. Оба мои одноклассники. Надеюсь, мы будем ещё сюда приходить и будем выигрывать. Но если проигрывать, то ничего страшного, потому что без проигрышей не бывает выигрышей. Ребята оценили рекордановое покрытие площадки и высокое ограждение, которое не даёт мячу вылететь с поля. В скором времени здесь установят ещё и баскетбольные корзины, чтобы любители спорта могли разнообразить свой досуг. Ещё одним местом притяжения для жителей у нас стал вот этот вот сквер дружного двора. Будем надеяться, что наши дети будут беречь всё то, что было для них построено в этом году. И эта площадка будет существовать и функционировать очень долго. И дети будут вести спортивный образ жизни. За последние три года компания «Фосагра» выделила на благоустройство Балакова 370 миллионов рублей. И химики говорят, места, где появляются спортивные площадки, скверы, тротуары, определяют сами жители. Потому что комфортная среда создаётся именно для них и при их участии. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...